Нашел старую майку в обтяжку, надел. Семилетняя дочь заценила, сказала «О, к очкам идет!» Сразу подтянул живот, выпятил грудь. Правда, гордился целых полсекунды, пока она не уточнила. «Нет, папа, ты не понял, к твоим очкам идет!» Муж купил жене несколько одинаковых трусов одного цвета. «Зачем ты их купил? Они же все одинаковые! Люди еще подумают, что я не меняю нижнее белье!» Подожди, подожди, какие люди? Приехал Чукча в Москву, снял там себе проститутку и провел с ней ночь. Ему очень все понравилось, и он утром решил ее отблагодарить. Дает ей слиток золота, бивень мамонта, банку черной икры и еще сверху там накидал шкур лис и пестцов. Проститутка просто очумела от такого богатства и такой щедрости. Смотрит на это все и говорит Чукчи, «Слушай, а давай еще одну ночь проведем вместе?» Ну, Чукча, ясное дело, обрадовался и говорит, «Давай!» Переспали они еще одну ночь, а на утро Чукча все обратно по сумкам стал раскладывать. Проститутка в панике, «Ты что делаешь?» «Ты же мне вчера все это подарил!» «Я хотел, я платил!» «Ты хотел, ты платил!» После того, как Антон нашел в шкафу своей новой подруги форму пионерки, медсестры, французской горничной и униформу сотрудницы следственного комитета, он решил, что она очень ветреный человек и не может долго удержаться ни на одной работе. Встречаются две подруги. Одна и говорит, «Ну, как дела?» «Как поживаешь?» «Ой, лучше не спрашивай». «А что такое?» «Да понимаешь, муж импотентом стал». «Ой, да тоже мне нашла, из-за чего расстраиваться. Вот у меня трижды импотент и ничего». «А как это трижды импотент?» «Ну, как-как?» «Раньше он был просто импотент, а на прошлой неделе с лестницы упал, так сломал себе все пальцы и еще язык прикусил». Редактор субтитров А.Семкин